Так, всем снова привет, вы на канале Crypto Commons, дисклеймер, не финансовый совет, я дико извиняюсь за предыдущий стрим, который был полностью запорот ввиду плохого интернета и попробую все-таки сейчас сказать, что я вам хотел сказать. Смотрите, эфир летит наверх, все летит наверх, вопрос, где же тейки, докуда мы летим, где останавливаться, где забирать профиты. Рассказываю лично то, как я вижу и как я сам делаю. Смотрите, ну во-первых, вам надо понимать, что если вы трейдите, то у вас всегда должна быть часть, это ходл портфель, который вы вообще не трогаете. То есть прям ходл жесткий, жесткий ходл, который у вас лежит на кошелечке и вы его не продаете. Но если вы трейдите, то тут разные таймфреймы, разные горизонты. Смотрите, если вы заходили в эфир со мной вот здесь по 1800, то в принципе вы уже в офигенном профите и можете частично разгружаться. Я лично так и делал. Вот здесь вот я зашел, давайте посмотрим на байбите. Я зашел по 1849 и разгрузил уже добрую половину позы. То есть всю дорогу наверх я потихонечку разгружался. Допустим, у меня здесь было там 25 тысяч контрактов, я по 1000 контрактов каждые следующие там 100 долларов продавал. Таким образом, вот, смотрите, мы снова приближаемся к еще одному тейку. Допустим, мы можем его передвинуть здесь чуть-чуть вниз. Кстати, если вы не знаете, на байбит очень удобно. Можно двигать ордера прямо на графике вот так вот и торговать в инверсной марже эфиром, зарабатывать профит прямо в самом эфире. И также в USDT марже, лунга шорты делать, все такое. Очень удобно также, что вы можете, допустим, если вы хотите накинуть сейчас на позицию, допустим, 2000 контрактов, вы нажмете бай, у вас не сразу откроется сделка, как на бинансе, а выходит сначала окошечко, где вы видите свою цену ликвидации и должны подтвердить. Ну, то есть это удобно, что вам не надо лезть в калькулятор для этого и считать. Поэтому обязательно рекомендую вам посмотреть новый обзор по бирже байбит у нас на канале, где я все это подробно и популярно объясняю, как зарабатывать на этой бирже. Вот. Ну, а пока давайте вернемся к графикам. Собственно, мой какой план игры? Вот у меня стоит один тейк еще на 1000 контрактов, возможно, что я поставлю еще повыше тейки, потому что все равно в какой-то момент это дело развернется хотя бы в краткосроке, понимаете? Давайте пофантазируем, порисуем на графике. Даже если мы сейчас вот так вот летим прямо на Луну, то в какой-то момент мы увидим что-то вот такое, понимаете, перед продолжением Луны. Какой это точно будет момент, я не берусь прогнозировать, но вот на этот случай у нас должны быть с вами тейки. И смотрите, мы можем прямо вот сейчас на графике, видя то, что я нарисовал, выставить еще пару тейков. Допустим, 3300, условно говоря, продать 1000 контрактов. То есть вы плавно разгружаете позицию, если вы именно вашу трейдерскую позицию, то есть ходал позицию, я вообще не трогаю, трогать не собираюсь. 3400, например. Понимаете, вот у вас появляются ведра на продажу, вы их можете потом вот так вот перетаскивать, просто как вам нравится. И в итоге что? Когда цена от вас сходит, у вас закроется еще часть позиции, и потом цена пойдет вниз, вы можете также поставить ведра на покупку. Допустим, если вдруг эфир сейчас депонет там на, я не знаю, там 2800, давайте скажем, 2700 даже, то вы можете поставить там ведро на покупку, да? Если эфир упадет на 2600, поставить там еще одно ведро на покупку. То есть это очень-очень удобно. Но я надеюсь, вы это и так понимаете. Напишите, кстати, в комментарии внизу, вы понимали это или нет, и как вы торгуете, на какой бирже, очень будет интересно узнать. Вот, лонг их держу по эфиру, наоткрывал здесь еще лонгов всяких небольших по EOS, XRP, вот тоже очень хороший лонг, кстати, висит. Что по XRP, давайте взглянем. По полка Dota, еще у меня тут лонг по эфир классику, открытые. По XRP тоже тут, на самом деле, запас хода еще, будьте здрасте. Можно выставить ведерко, например, по, я не знаю, там, 1,2 продать 500 контрактов. Таким образом, вы потихонечку выходите из позиции и забираете профит всю дорогу, понимаете? По 1,3 продать 500 контрактов, вот. И это всегда работает, потому что жадничать не надо. Вот, по 1,1 можно продать тоже. Жадничать не надо, всех денег не заработаешь, лучше уже забрать часть прибыли. Там, по 1 даже можно продать, по доллару. Лучше забрать часть прибыли, чем сидеть и смотреть, как все разворачивается и идет обратно. Вот, по битку тоже я держу свой лонг на FEMIX. Держу свой лонг и, собственно, нет смысла, я думаю, его, нет смысла его закрывать сейчас. И, опять же, смотрите, вот у меня тут по Realize PNL, на BABETE этого не видно. На BABETE дневной Realize PNL показывает, то есть он только фандинг показывает, который я сейчас трачу. А на FEMIX он показывает за всю сделку. И вот я уже таким образом, смотрите, разгружая часть позиции, я уже забрал вот этот профит, то есть он реализованный. А вот этот профит нереализованный, то есть он висит дальше. И также мы можем поставить, на самом деле, ведерки на разгрузку, что будет не глупым, я считаю. Например, по 48 тысяч продать, тысячу контрактов. То есть вы забираете профит и... Вот появилась ведерка. Вы забираете профит и... Это хорошо, у вас же больше битка становится. Если что, потом вы всегда можете докупиться. Вот, опять же, вот так поставить ведерко. Я торгую в кросс-марже, то есть мне так удобнее, с низкой ликвидацией, с далеким стопом, как бы, с далекой ликвидацией в виде стопа. Ликвидация 18 860 долларов. Поймай меня, если сможешь, называется. Вот, поэтому, что можно тут сказать? Смотрите, наверх потенциал неограниченный. То есть, я думаю, всем теперь очевидно, что мы развернулись, что мы нарисовали тут некое вот такое тройное дно, двойное дно, тройное дно, как назови. И потенциал наверх огромный. Но давайте не забывать, что это крипто. И смотрите, мы в любой момент можем развернуться и пойти в коррекцию. И в таком случае приглядывайте за сеткой EMA Ribbon, за сеткой средних скользящих. Если кто не в курсе, это называется EMA Ribbon, находится на трейдинг-вью в индикаторах EMA Ribbon Crypt. Вот так вот набираете и выбираете ту, которая крипт, вот эту. Приглядывайте за этой сеткой, потому что если мы начнем падать, то я думаю, что мы от нее где-то отобьемся. Сейчас вот если посмотреть, как она растет, то это будет как раз уровень 2700-2800. Только в том случае, если мы начнем падать, я имею в виду. Мы можем даже ее немножко прошить, но потом скорее всего отскочить. Вот какие-то такие волны я вижу примерно. Что по другим монетам? Dash, я думаю, всех вас волнует. Dash тоже очень хорошо, но поздно разворачиваться. Но посмотрите, зеленые дневные свечи хайка наши. Dash поднялся, удержал EMA Ribbon как поддержку. Удержал, смотрите, не провалился ниже. И мы идем дальше наверх. Зеленая точка на сайфере. Все осцилляторы развернуты к росту. В принципе, дальше только рост. И по Dash, я уже тысячу раз говорил, тут потенциал огромный. И не только до локального хая, который у нас был с вами на 470 долларов. Даже до туда Dash улететь на самом деле очень даже, очень неплохое расстояние. И как следствие, очень хорошие иксы. Но если вы посмотрите на Dash глобально, то вы увидите, что у него all-time high 1600. Даже выше, чем был у эфира раньше. До того, как эфир его переписал. И по битку никто не верил в то, что биток 20 тысяч перепишет. И по эфиру все говорили, да не будет он тысячу. Посмотрите сейчас, сколько стоит биток и эфир. Я уж молчу про доги-коин. Поэтому у Dash все еще огромнейший потенциал наверх. Тем более, это очень хороший проект. По ним сейчас замечательные новости. Это старый, проверенный коин, который работает как часы. И в логарифме, кстати, его этот график выглядит не так ужасно. В логарифме мы можем даже здесь некие трендовые тянуть, которые мы прекрасно удерживаем. И находимся сейчас вот в этом накопительном канале. Вне пузыря как бы. Даже вот Dash по 400, я еще раз говорю, это накопление, это не пузырь. Вот видите, вот этот канал. Все, что сверху у него, это пузырь. Но по логике, следующий пузырь будет куда-то выше. Может быть и на 20, и на 30 тысяч долларов. Вполне себе. Почему нет? Это же крипторынок. По эфир-классику. Интересный момент. Эфир-классик уже запампился хорошенько за последние месяцы. Там дал 10 иксов к биткоину. И к доллару он уже переписал all-time high. Что нельзя не отметить. Вот, помните, о чем мы только что говорили. Эфир-классик уже сделал выше high. Тут ситуация двоякая. Он может еще уйти в консолидацию, в коррекцию. Он может и пойти наверх. Поэтому тут я бы пока не торопился. Что можно отметить, это только что есть хорошие уровни. Это опять же сетка EMA Ribbon, которая растет. И это, грубо говоря, должно стать его железобетонной поддержкой. Если мы вдруг начнем падать, то я думаю, в районе 35-40 надо его ловить и играть наверх. Raven Coin, кстати говоря. Где он там, наш Raven? Raven Coin очень неплохо вчера начал стрелять. Но, опять же, в долгосрочной картине этого даже не видно. Вот эта свечка была что-то на процентов 50, что ли, к биткоину. Вот мы видим, опять же, она здесь выглядит как маленькая свеча. Но по плану мы идем. Но если приблизиться на 4-х часовик, то тут было очень хорошее, мощное движение по Raven. Вот оно. То есть, кто здесь не аккумулировал, сейчас уже лучше, наверное, не лезть, а подождать. Вот на 4-х часах хотя бы пока мы упадем куда-нибудь на 190 Satoshi, может быть. Опять же, если мы туда упадем, это не факт. Додж Коин, как я все время и говорил, несмотря на вот этот локальный памп, который сейчас мы видим, я бы в Додж Коин не лез, потому что глобально, опять же, если вы отдалитесь, он находится в шартовом движении. Он очень сильно улетел на 100x к биткоину. И, в принципе, дорога ему куда-нибудь назад на минус 90%, до 100, до 200 Satoshi вполне себе дорога открытая. Так что в Додж пока не лезем. Биткоин кэш давайте глянем. Биткоин кэш, я считаю, очень вкусно выглядит сейчас к битку. Посмотрите, он просто валяется на своем самом днище. Вот это все абсолютно точно фаза аккумуляции. И как только он начнет стрелять, тут даже никакой теханализ не нужен, чтобы увидеть, что тут просто мульти-иксы. Ну, ближайшие сопротивления по нему будут вот. Да, это уровень 9 миллионов Satoshi. И следующее сопротивление будет вот. Это уровень 18 миллионов Satoshi. А сейчас биткоин кэш стоит миллион, миллион триста. Поэтому очень хорошая тоже среднесрочная сделка, на мой взгляд. Все-таки он так не соскамится, как биткоин SV и всякие другие форки биткоина. Так что я думаю, да. Лайткоин давайте еще бегло глянем. Лайткоин тоже, посмотрите, показывает зеленые свечи хайка нашей на недельках. Зеленая точка на сайфере. Осцилляторы все еще даже не вышли из перепроданности. Вот стахастик, например. Так что у лайткоина замечательнейший потенциал, если переписать вот этот вот хай, который является и локальным, и all-time хаем в 400 долларов. И пойти куда-то гораздо выше. Так, ну и FIRO меня там давно просили. FIRO, давайте глянем FIRO. FIRO выглядит практически абсолютно как Dash. Очень сильный памп, очень долгий медвежий рынок, долгое накопление. Препамп, сдулись. И вот сейчас посмотрим, как мы пойдем. FIRO выглядит хорошо. Зеленая точка, осцилляторы готовы к пампу. По FIRO могут быть очень неплохие иксы. Но дисклеймер, не финансовый, конечно же, совет. Вот. Но все равно, ребята, я хочу вам сказать, будьте начеку, будьте готовы ко всему. Торгуйте с холодной головой. Обязательно. Приглядывайте за золотишком, за фондовым рынком. Почитывайте чаты, но все-таки имейте свое мнение, свою голову на плечах всегда. Доминация биткоина, конечно же, идет, в принципе, по нашему плану с вами. Вот мы отскочили прямо до сетки. Ударились об нее. И какой тут вариант? Вариант, что это отвержение, и мы идем вниз на продолжение арт-сезона. Перебивать вот этот вот лоу из 2017 года. Потому что альтов-то гораздо больше сейчас стало. В десятки раз. И ликвидности в них больше. Так что я думаю, что мы еще увидим что-нибудь такое по доминации. Перед ее восстановлением. Ну все. Какие-то такие дела, ребята. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Все ссылочки в описании. Новый обзор Bybit. Обязательно посмотрите. Наш Telegram. Полезные ссылки. Лучшие биржи. Рабочие обменники. Если вы хотите купить крипту за фиат или вывести, используйте вот эти ссылочки. Закажите себе холодный кошелек Ledger. Ну и посмотрите все полезные видосы вот здесь собраны. А с вами был Гринни. Это канал CryptoComments. Ставьте лайки, стопы и тейки. Пока-пока. Продолжение следует...